Аббревиатура ИСИН Аббревиатура ИСИН Главная проблема, которая сейчас стоит перед ядерной физикой и нейтронной ядерной физикой. А недостаточно экспериментов, которые бы продвинули теорию и дали стимул теории для дальнейшего развития. Общее состояние ядерной физики по сравнению с другими областями, привычными для ОИЯ, это физика элементарных частиц, физика конденсированного состояния вещества. Так вот, в сравнении с этими областями физики, общее состояние ядерной физики, оно, если можно так сказать, условно говоря, отстает. То есть в нейтронной ядерной физике до сих пор нет своей стандартной модели. И поэтому очень большая востребованность в новых экспериментах. В связи с необходимостью получения новых экспериментальных данных, большой интерес в последнее время проявляется к новым источникам нейтронов. Эта проблема обсуждается во всем мире, в том числе и в Дубне. Реактор ИБР-2, какой бы он замечательный ни был, говорят ученые, к 2035 году исчерпает свой ресурс. Ну а что такое 2035 год, это, можно сказать, что почти что уже завтра, в смысле разработки, создания больших проектов. 10 лет только на разработку проекта, 10 лет на строительство, вот вам и 35 год уже. Поэтому, конечно, мы здесь в лаборатории нейтронной физики об этом думаем. И сейчас предложено уже два проекта, которые могли бы превзойти по своим возможностям и ИБР-2, и другие источники нейтрона. Нейтронная спектроскопия, структура ядра, другие смежные темы всегда вызывают интерес у российских и зарубежных специалистов. В конференции ежегодно участвуют более 100 человек. В этом году к ним присоединились китайские ученые. Профессор Лян Тянчжао рассказал о проекте в провинции Гванджоу на юге Китая, неподалеку от Гонконга. Главная цель создания источника – это создание большой установки, предназначенной для научных исследований в области материаловедения, наукой жизни, нейтронной радиографии, все, что связано с метами нейтронного рассеяния. Запуск установки планируется в 2018 году. Профессор Лян Тянчжао приехал с целью обмена опытом, поскольку в Китае будет, как и в ЛНФ Уэйяи, импульсный источник нейтронов. Отсюда схожие научные задачи. Личи – это три представителя китайские. Причем они сами на нас вышли. Вышли уже достаточно давно, года четыре назад. Это Северо-Западный институт ядерной физики в городе Шиань. Так он называется. Они тоже создают у себя некую экспериментальную установку, основанную на ускорителе и с возможностью производства нейтронов, что похоже на ИРН. Установка ИРН многоцелевая. На ней ведутся исследования структуры ядра и структуры вещества при помощи нейтронов. Но в отличие от других нейтронных источников, она имеет свои особенности – очень короткую длительность импульса и, соответственно, очень высокую область энергии, которая доступна для исследований. С ИРН ситуация такая, что мы буквально две недели назад закончили окончательный монтаж всего оборудования уже обновленного. И сейчас ведется подготовка к испытаниям в полном масштабе. В результате до конца года мы планируем выйти на проектные параметры, отрапортовать, что семилетка успешно закончена, и мы начинаем теперь научной деятельностью заниматься. ИРН призвана решать широкий спектр задач, как фундаментальных, так и прикладных. Это исследование реакции взаимодействия нейтронов с ядрами при различных энергиях и точная спектроскопия этих процессов. В области прикладной ядерной физики это исследование образцов космической пыли, состава метеоритов, изучение образцов внеземного происхождения как раз очень интересует профессора Гувера, который работал в НАСА, а сейчас занимается астробиологией в двух университетах – в США и Великобритании. Он заинтересован идеей о внеземном происхождении жизни. Профессор впервые принимает участие в этой конференции. В лаборатории нейтронной физики ОИЯИ профессор Франтасиева проводит нейтронно-активационный анализ метеоритов. А для меня исследование метеоритов является главным интересом в астробиологии. Они приносят на Землю сведения о раннем периоде развития Солнечной системы. Как мы теперь знаем, они принесли когда-то на Землю большое количество воды и органических, и химических элементов, которые, как сейчас признают ученые, играли решающую роль в зарождении жизни на Земле. Мы задаем вопрос, существует ли внеземная жизнь. Метеориты дают потрясающие сведения. Несколько лет назад я начал сотрудничать с академиком Алексеем Розановым. Он обнаружил в метеоритах микроследы ископаемых, в то же время, когда и я обнаружил почти идентичные микроследы ископаемые в метеоритах. А в 2012 году в Шри-Ланке прошел метеоритный дождь. Поразительно было то, что метеориты содержали микроорганизмы. Метеориты не похожи на земные камни. Доктор Фронтасиева обнаружила с помощью нейтронно-активационного анализа, что они содержат очень необычный состав микроэлементов, высокую концентрацию таких элементов, как иридий, Европий. Исследования, которые проводятся в ОИИИ, чрезвычайно важны. Они помогут найти ключи к разгадкам тайн Вселенной. Вот уже интерес к этому научному форуму проявляют и астробиологи. ИСИН остается единственной в нашей стране регулярной конференцией по нейтронно-ядерной физике, где речь идет о действующих и будущих источниках нейтронов, таких как проект ПИК – пучковый исследовательский комплекс в Гатчине. ПИК продолжает строиться. По-прежнему пока еще остаются планы по энергетическому пуску в 2018 году и по началу экспериментальной программы в 2020 году. Основная наша научная задача – это ядерные данные. Вот сегодня был доклад с одной работающей установки, которые были доклады по проектам. Два были доклада – это Гнейс в Гатчине, которая уже достаточно старая установка, и ЭНТОВ в ЦЕРНе. И там основная задача – это сечение. Это сечение, это разные параметры ядерных реакций. И нужно это для того, чтобы строить новые ядерные установки, включая и реакторы, включая установки для переработки отработавшего топлива. Это такое практическое применение. А более фундаментальное применение – это изучать те реакции, которые происходят в недрах звезд, в звездном нуклеосинтезе. Это уже такие фундаментальные вещи, понимание, как устроена Вселенная, как она живет, как развивается, и что ждет в будущем нас и наше Солнце и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова